В прошлом видео я собрал ПК для киберспорта, но была у него одна проблема. Мало ядер по современным меркам. Это было особенно заметно в новых играх типа Тени Томрайдер. В этом видео мы соберем с вами сборку ПК примерно такую же, с разницей лишь в процессоре. Теперь у нас будет очень много ядер. Начнем с блока питания. У нас модель VIC 1650. Блок питания на 1650 ватт. Это модульный блок питания, который я выгодно купил у майнера, но он вам не нужен. Берите что-то хорошее на 600 ватт, к примеру, Чифтек Протон, но можно и что-то другое. Два накопителя по стандарту. SSD с Алиэкспресс на 120 гигабайт для Windows'а и жесткий диск на 500 гигабайт для игр и хранения файлов. 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4 на частоте 2133 МГц от компании G-Skills. Я оставлю ссылочку на оперативку с Алиэкспресс, которая также работает у нас в 4 планки для работы 4-х канального режима работы памяти. Материнская плата Plex HDX99 также встречается под брендом Attermiter. Очень хорошая материнская плата за свою стоимость. Я делал о ней видео, вы можете найти его на канале. Легко подается турбохаку. Самое главное, есть плата, которая работает с DDR3 памятью. То есть та же самая плата, но другая ее версия. И это поможет вам сэкономить на оперативной памяти. Процессор у нас уникальный в своем роде. Intel Xeon E5-2678 версии 3. Процессор один из немногих, который умеет работать с оперативной памятью типа DDR3. Я про процессоры версии 3. Я делал видео об этом процессоре, его также можно найти на канале. Процессор имеет 12 ядер, 24 потока. Частота в стоке 2,5 ГГц. Бусти 3,3 ГГц. Буст по всем ядрам 2,9 ГГц. Если сделать анлок турбобуста, то можно достичь 3,3 ГГц по всем ядрам. Я же буду тестировать его в стоке, так как для нашей видеокарты его более чем будет достаточно. Видеокарта у нас одна из лучших среди БУ видеокарт, по моему мнению. NVIDIA GeForce GTX 1070. Видеокарта, которая все еще тащит игры в Full HD разрешение на высоких настройках. Для гиперспорта ее более чем хватит. Видеокарта также подается разгону, имеет отличную производительность. И сегодня ее можно купить на БУ рынке по очень приятной цене. Видео я буду записывать при помощи карты видеозахвата. Никакого влияния на FPS нет. Я буду тестировать все в стоке. Протестируем как онлайн игры, так и пару тяжелых игр. Все полезные ссылки я оставлю для вас в описании. Если видео вам понравилось, пожалуйста, не забывайте про лайки и подписки. Начнем с бенчмарк теста Fire Strike. В сумме у нас 14408 баллов. Отдельный процессор и видеокарта набирают у нас по 17 тысяч баллов. То есть, судя по показаниям бенчмарка, у нас довольно сбалансированная система. Первая игра на тесте CSGO. Игра не так требовательна, но все еще довольно популярна. Настройки у нас высокие, Full HD разрешение. И тут у нас все великолепно. График кадров и время кадра ровные. Минимум 183 и в среднем 269 FPS. Что я считаю очень хорошим результатом. Вторая игра на тесте Fortnite. Настройки средние, Full HD разрешение. Тут система нагружена уже получше. Геймплей у нас очень хороший. Минимум 134 и в среднем 172 FPS. Игра идет при этом хорошо. Никаких проблем не наблюдается. Следующая игра на тесте PUBG. Игра требовательна уже к видеокарте. Настройки у нас средние, Full HD разрешение. И тут уже видеокарта почти нагруженная. Минимум у нас 129 и в среднем 162 кадра. График кадров выглядит нормально. Игра идет без каких-либо проблем. GTA 5, следующая игра на тесте. Настройки очень высокие, Full HD разрешение. Игра также пользуется популярностью. Система у нас не перегружена. Минимум 88 и в среднем 105 кадров. График кадров также хороший. Следующая игра на тесте. Apex Legends. Настройки средние, низкие, Full HD разрешение. И тут у нас также все очень хорошо. Нагружена только видеокарта. Минимум 119 и в среднем 166 кадров. Это очень хороший результат, особенно для геймерских мониторов. Следующая игра на тесте. Battlefield 5. Играем в онлайн режиме. Использую DirectX 11 вместо 12. Игра хорошо использует всю систему. Настройки средней, Full HD разрешение. И минимум на 115 в среднем 131 фпс. Упор у нас в видеокарту, как видно. При этом игра идет очень хорошо. Ведьмак 3. Следующая игра на тесте. Настройки у нас высокие, Full HD разрешение, Hairworks отключены. Игра любит использовать в основном видеокарту. И тут у нас упор, опять же, в видеокарту. График кадров и геймплей хорошие. Минимум 98 и в среднем 112 кадров. Ведьмаке можно поиграть без проблем. Метро Исход. Следующая игра на тесте. Настройки высокие, DirectX 12. И тут у нас также упор в видеокарту. Самый начал локации, Волга. И тут у нас все так же идет довольно неплохо. Минимум 64, в среднем 75 фпс. И это нормальный играбельный фпс. Последняя игра на тесте. Это тени Tomb Raider. Вы часто просили меня использовать бенчмарк тест. И я решил включить его на задний план. Не смотрите на мониторинг минимального и среднего фпс. Так как из-за перехода сцен он падает. Давайте посмотрим только на финальный результат теста. В среднем у нас 88 фпс. И этого фпса, я считаю, хватает. Но в разных локациях он будет разный. Давайте подведем итоги по нашему ПК. По моему мнению, это хороший ПК. Но тут явный батлнет со стороны GPU. И в этом есть и позитивная сторона. Так как в будущем можно будет поставить без проблем какую-нибудь видеокарту типа RTX 2070. Или что-то в этом роде. Для игр Full HD разрешения, я считаю, данной видеокарты хватает. Все ссылки я оставлю для вас в описании. Если вы хотите сэкономить, то берите материнку, которая поддерживает DDR3 память. И вы сэкономите на DDR3 памяти. Но надо понимать, что она будет медленнее. Хоть это и не будет сильно заметно в играх. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, видео вам было как минимум полезно. И оно вам понравилось. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Встретимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok